Я занимаюсь развитием проектов по возобновляемым источникам энергии при инновационном кластере Назарбаев университета. В данный момент мы находимся в энергоэффективном здании, называемой юрта, которая полностью автономна. Электроснабжение осуществляется за счет ветроэлектрической станции и теплоснабжение осуществляется за счет применения солнечных гелевых коллекторов и геотермального теплового насоса. Такие технологии выгодно применять сейчас у нас в ЖКХ, в городе, в индивидуальном жилом строительстве. Так как наши проекты показывают эффективность. Мы хотим показать, что такие технологии необходимо распространять. Очень актуальны они в удаленных населенных пунктах, допустим, в каких-то фермерских хозяйствах. Там, где нет возможности и доступа к традиционным источникам электрической энергии, к тепловой станции. Это будет более рентабельно. На начальных этапах, конечно, необходимо срок какой-то, чтобы окупили затраты. Но в дальнейшем это будет полностью бесплатный источник, за который не нужно будет платить. Это инвестирование в будущее, в будущее следующих поколений. В Республике Казахстан общая доля ВИА в общей системе электрогенерации составляет 3%. 3% – это достаточно мало, хотя проделано очень много работы. По вводу в эксплуатацию дополнительных мощностей объем. Наиболее крупные – это у нас поселок Габаба-Эматыр. Потом дальше Карагандинская власть – это город Саран. И тот же Копчегай, город Кунаев. Генерация, значит, у них установлена мощность свыше 100 мегаватт. Данные электростанции сейчас находятся в работе, задействованы в общей системе электрификации Республики. Задача к 2030 году – достигнуть отметку 15%. Поэтому предстоит очень большая работа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова